Раевский. 20 лет был произведен в генералы за боевые отличия. Принимал участие в войнах с Польшей и Персией, позднее в 1805-1807 годах в войнах с Францией, а в 1808-1809 годах со Швецией. Был награжден орденами святого Владимира и святой Анны, а также георгиевским оружием за храбрость, шпагой с бриллиантами. Военные способности, мужество и отвага Раевского особенно проявились в Отечественной войне 1812 года. В бою под Могилевым у деревни Солтановка Николай Николаевич лично повел в бой войска. Его мужество вдохновило солдат, атака обратила противника в бегство. Раевский был ранен в грудь. Под Смоленском Раевский, командующий 7-м армейским корпусом, вместе с дивизией Неверовского, героически защищал город против французской армии, многократно превосходившей русские войска по численности. Артиллерия корпуса Раевского не позволила Наполеону зайти в тыл к русским войскам и разгромить 1-ю и 2-ю русские армии. В Бородинском сражении корпус Раевского блестяще оборонял редут, против которого выступала значительная часть французских войск. Французы прозвали батарею Раевского могилой французской кавалерии. За этот бой Николай Раевский был награжден орденом Александра Невского. Столь же храбро сражался он в боях под Малоярославцем и Красным. В 1813-1814 годах участвовал в русских походах за границей. В битве народов под Лейпцигом героический корпус Раевского устоял и отразил атаку всей кавалерии Наполеона, обратив его войска в бегство. До 1825 года Николай Николаевич Раевский командовал четвертым корпусом на юге России, а с 1826-го был членом Государственного совета России. Оба его сына Николай и Александр привлекались по делу декабристов. Дочь Мария была женой декабриста Волконского. Семья Раевских была дружна с Пушкиным. Сам поэт так писал о Николае Николаевиче. «Человек без предрассудков, сильным характером и чувствительный. Он невольно привлекает к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества». Самый известный отзыв о Раевском сделал Наполеон, сказавший, «Этот русский генерал сделан из материала, из которого делаются маршалы». Софьян от персидского «сахтиян». Это тонкая, мягкая кожа разных цветов, выделываемая растительным дублением обычной шкур-кос, реже овец, телят и жеребят. Софьян употребляется для изготовления легкой обуви, галантерейных изделий, книжных переплетов и так далее. Родиной Софьяна являются Малая Азия и Африка. Только с середины XVIII века Софьян стали вырабатывать в России и Западной Европе. В России кожевенные заводы Казани и Астрахани славились выделкой лучшего в мире желтого и красного Софьяна.